Так, приготовили досточку, на которую резать сейчас были. Из морозилки достали пакетики, которые пролежали в морозилке. Сейчас они немножко отойдут, пока они холодненькие. Холодные, можно сказать, ледяные. Мы в чашку их положим из пакетика. Пакетик не нужен. Пусть маленечко, чуть-чуть отойдет, чтобы удобнее было работать. Замерзли. Постоят минут 10-15, и я вам покажу, как дальше делать. Ну и здесь тоже, здесь малина. В пакетике тоже отойдет, сохнет вишенка. Тоже сейчас подсохнет, я ее положу в морозильник. Сейчас положить в морозильник также. Чтоб она замерзла. Тоже в чай добавляешь немножко, когда он высохнет, просохнет. Зимой все равно свой чай лучше пить. Мы в магазине покупаем и не знаем, что там. А тут уже знаешь, какая трава. Вообще, вот эти вот травы, они как бы зимой хороши тем, что они противовоспалительные. Что малина, что мелиска, что вот эта вишенка, тоже она противовоспалительная. Особенно вот малина. Зимой ребятишечкам можно давать запарил, он-то сам чайочек дал. Классик у нас тут бродит. Надо еще сделать квас из свеклы. Вот сделаю и вам покажу. Сейчас тут резать будем. Так, можно ножницами будет встреча, можно ножиком. Кому как удобно. А мы будем делать чай. Так, это тарелочка у нас. Вот это уже досточка. Берем вот оттаившие которые листики. Просто вот берешь листики. Вот так вот. И скручиваешь вот так вот на себя. Вот так раз, раз, еще раз. И получается вот такой жгутик. Вот такой жгутик. Если кто ножницами, допустим, будет, можно ножницами вот так мелко стричь. Вот так вот. Раз, раз, раз. А если кому неудобно ножницами стричь. Пожалуйста. Можно ножиком. Вот так вот раз. Конечно, сок из них. Плюс, как заморожен. Можно чашкой жгутик делать, чтобы не мараться водичкой. Вот жгутики. Вот так вот. Вот они жгутики. Снова на лыжу. Берешь снова. Вот так. И снова. Крутишь. Также все травы делаются. Ливанчай также. Листики скручиваешь. Складываешь. А потом режешь как улучок. Аромат, конечно, не передать. Смородиной пахнет. Вот уже и в чашечку. Вот уже. Вот осталось несколько вот пока с вами разговаривала, вам рассказывала, и я все издерилась. Сушить можно его. Ну, у кого есть сушильные аппараты, конечно, в ВИХ можно, где и фрукты сушат. Вот и аромат какой смородины. Вы, девочки, делайте зимой ароматы эти. Незаменимая штука. Самим понравится. И это не химия. То, что добавляют, это все натуральное. Не пожалеете. В зимние морозные денечки будете запаривать и наслаждаться. Вот и изрезала смородину и малинку. За три дня она пересушится. И мы поставим ее. Ну, потом стеклянную баночку закроем и зимой будем чай пить. Пока-пока.